Взрыв газового баллона, пожар, задымление и гибель трёх человек. Трагедия произошла в одной из девяти этажек Дзижинского района Благограда. Жертв могло быть больше, если бы не срочная эвакуация жильцов и оперативные действия спасателей. Место трагедии видно издалека. В оконных проёмах не осталось даже рам. Зияющие дыры с заколоченной фанерой. Взрыв был такой силой, что из квартиры на улицу вылетел телевизор. Очевидцы говорят, что их тоже буквально подбросило ударной волной. Взрыв был такой, как бомба взорвалась. Что всё аж подскочило. Ужасно. Сотрясение такое было, как будто землетрясение. Нас даже подбросило вверх. Мы просто стоим, разговариваем. Неоткуда взрыв. Подумали салют. Мы просто смотрим, стёкла выбило, машины загудели. Ну всё, пожар, сразу звоните. А вот сотрудник милиции Сергей Колесников не был сторонним наблюдателем. В момент взрыва он возвращался со службы домой. И первым начал эвакуацию жильцов ещё до приезда спасателей. Мы вывели из седьмого этажа, то есть с той квартиры, которая находится над квартирой, которая горела, вывели уже оттуда девушку с ребёнком. И потом уже, когда более-менее там разветрилось, потому что там не подняться было, мы уже обмотались полотенцами мокрими и пытались подняться наверх. Вот, оттуда уже выводили людей. Жертвами трагедии стали три человека. 52-летний хозяин квартиры, где произошёл пожар, его супруга и 32-летняя дочь. Они, по словам соседей, делали дома ремонт и собирались установить натяжной потолок. Именно оборудование для его монтажа, а точнее газовый баллон, и явился причиной взрыва. Согласно заключению испытательного пожарного лаборатории Главного управления МЧС России по Волгоградской области, причиной пожара стал взрыв газовоздушной смеси. Весь день на месте работали электрики, ведь на время спасательной операции дом был обесточен. По факту взрыва, в разряде которого погибли люди, сотрудники Следственного комитета сейчас проводят проверку. Виталий Коршалев, Александр Шишин, телекомпания «Ахту».